Добрый вечер! В эфире послесловие к новостям. Как найти любовь в большом городе. Об этом будем говорить с сегодняшним гостем. Я рада вам представить у нас в студии Анна Яковлева, инструктор по поиску второй половинки. Это прям официальная ваша должность. Я ее придумала сама. Это здорово. У нас работает телефон прямого эфира 272-002 для абонента послесловия. Если вы интересуетесь этой темой, пожалуйста, пишите, звоните, мы по возможности ответим. Правда, Анна? Да, конечно. Вот начала с должности инструктор по поиску второй половины. Потому что есть же свахи, мы привыкли к такому названию. Есть пикаперы, которые знакомятся на улице, да? В основном это молодые люди, наверное. В чем разница инструктора и свахи? Хороший вопрос. Вероника, я специально для этого показала, ну, вернее, принесла конфетки, показать на них. А вот пикаперы, да, это, да, в основном мужчины, это люди, которые ищут возможность, как после первого свидания, обаять девушку, именно ее как вот увидел и победил. И съел. Да. То есть вот мы смотрим, этикетки разные, да, девушки все разные. Если взять сваху, я была два года свахой, и я увидела, что сколько бы ты вот эти конфетки не приводил им на встречи, не то, что невкусно, ты не можешь угодить, понимаете? То есть ты рыбу приносишь, а удочки нет, и получается, что ты все время приносишь, ну, и не то. У меня есть 600 человек, когда я свою статистику посмотрела, 6 человек образовались в отношениях, но только 5 вот осталось. То есть это процент очень маленький получается. И что я решила? Я увидела, что люди в основном ищут свою любовь по этикетке. То есть вот красивая, да, красивая девушка, да, мужчина знакомится, например. Соответственно, завязываются какие-то отношения, а на самом деле нужно открыть ее, да ведь? То есть кто-то поживет там год-два, и вот эту начинку они изучают, ее там смакуют, либо невкусная, горькая, либо там слишком приторная и сладкая. И получается, что как вот в этом вот во всем многообразии мужчин и женщин разобраться? Я решила инструктировать людей и делать такую вещь очень простую. Снимать фальтинг. Да, только по телефону и по переписке. Не надо встречаться на свиданиях и портить себе настроение, потому что нужно нарядиться, да, потратить время, деньги, потратить нервы. Ну и по большому счету такая шелуха, которая немножко отвлекает от внутреннего состояния. Да, а если вот, например, вот я столкнулась с тем, что когда мужчина и женщина долго живут в одиночестве, то, ну, они иногда на свидании вот расплываются и, получается, прыгают, соглашаются, там, руку поцеловали, цветочки подарили, и она уже готова, да. То есть вот пикаперы, пожалуйста, сюда и завоевывают. Поэтому, когда ты начинку выбираешь, это гораздо безопаснее. Когда ты выбираешь сотрудника, вот, для создания проекта «Счастливая семья», то это получается, вот, ты ищешь как раз человека, но тебе нужно эти начинки быстро перебрать. То есть очень скорость, чтобы была большая. Поэтому свидание – это самый большой, скажем так, отвлекающий маневр и самая большая ошибка, то, что я увидела. То есть вы за дистанционное общение сперва? Чтобы выяснить сначала все о человеке максимально. С вами та же была история, потому что ваши личные отношения, вы это не скрываете. Нет, не скрываю. Вы сперва испробовали на себе. Да, обязательно. Расскажите вкратце историю, как вы нашли свою любовь. Вот, быстро скажу, да. То есть я 41 год тогда, 6 лет назад, приняла решение, что все равно старость, она не за горами и не хочется в одиночестве. Буквально недавно я посмотрела, что такое одиночество в словарях просто. Я увидела, там есть одно такое интересное данное, что одиночество не просто от слова «один», а слово еще это происходит из древних каких-то, не помню, что это старый кабан, живущий далеко от стада. Главное, не молодой кабан, а старый кабан, вепрь, живущий вдалеке где-то от общества своего. Я думаю, на самом деле, одиночество – это болезнь уже становится, когда человек становится самостоятельным, он и баба, и мужик, если не важно, к кому относится. Я поняла, что нужно вот просто в парах быть, потому что это безопасно, это безопасно для обоих, потому что это всегда есть тыл, мужской или женский, но всегда есть тыл. И вот эти провалы, которые бывают в семейных парах, они, получается, сглаживаются, можно творчеством заниматься. Я вот за эти шесть лет уже нарисовала, сейчас вот еще картину пишу и украшаю кристаллами Сваровски, я только сейчас вот три картины, получается, да, сделала. Я их продаю еще, то есть, получается, я могу творчество себе позволить, а когда я самостоятельно одна работала и была… Зарабатываете деньги? Ну, не то, что… Это просто для интереса так, то есть, когда ты один, просто ты только зарабатываешь деньги для проживания. Ну, почему тогда статистика говорит, что у нас очень много одинаких женщин? Ну, понятно, почему, потому что, когда они встретились когда-то в прошлом и нашли неподходящего партнера, то они, получается, получили с этим человеком боль, потом с другим пожили, другим боль получили, там, с третьим. И когда вот этой боли много становится, человек говорит, все, я уже вообще не хочу, да. Ну, согласны вы со мной, что разное восприятие, вот у сорокалетних женщин, которые ищут себя, почему-то я говорю про женщин, но вы, наверное, мужчин тоже учите взаимодействие. Возаимодействие. Сейчас, ну, нет такого, что вот в 25 нужно выйти замуж, родить двоих детей, стабильная работа, условности меньше, вот этой свободы больше. Я могу до 35 лет жить одна и искать то, что мне нужно. Правильно ли это? Как вы смотрите вот на эти современные взгляды? Ну, я вообще отношусь как? Я считаю, неважно, сколько лет человек у мужчины или женщины. Вот если, допустим, человек в 20 лет готов создавать семью, он будет ее создавать. Я, например, общалась с 60-летними мужчинами и женщинами, и они все еще не готовы создавать семью. Ну, то есть без разницы, сколько лет, да. Самое главное, насколько человек вот готов, как вот эта начинка. То есть внутри человек, как у него, ну, на что заточен? Он хочет только заниматься, допустим, построением своей карьеры и бизнеса? Или он все-таки смотрит, что нужно создавать семью? Потому что, я, кстати, не сказала, да, не ответила на вопрос, что я вот мужа искала, чтобы он был подходящий мне по характеру и человек, с которым я хочу достигать совместных целей, которые, ну, у него. То есть вы себе нарисовали конкретный образ? Да. 8 страниц у меня ушло с двух сторон, все описано, да. Так, это верный ход. Я знаю, что ваши консультации стоят достаточно дорого. Наверное, не все могут их позволить. Ну, сейчас, да, вот я сделала, сейчас не всех беру. Пользуясь случаем, есть какой-то бесплатный универсальный совет? Конечно. Что нужно делать? Хотя бы в какую сторону начать двигаться тем, кто сейчас в поиске? Очень просто. Во-первых, у меня в соцсетях, везде у меня там очень много информации, где бесплатно. То есть с чего начать, например, да, вот с описания? Потому что некоторые люди на это не обращают внимания. Они лучше кофточку пропишут и прорисуют, и идут покупать ее. Но мужа или жену вот не прописывают так досконально. А здесь получается, что человек вот, ну, как, три важные вещи прописывает. Первое – это вот в интернет нашел фотографию любую, но такого человека, который… Ну, типаж, наверное. Да, типаж, но который не напоминает прошлого никого. То есть уникальный такой. Вот. Второе – это характер, самое главное. То есть характер привычки, минусы, плюсы. То есть вот насколько человек ответственный, да, какие у него цели, то есть вот это все. И его окружение. Если у него есть дети, например, от прошлых отношений, то как они к вам относятся, родители там и так далее, чтобы прошлый супруг, например, вот, ну, реально не надоедал, не был надоедливым, вот, если прошлые супруги, да. То есть вот эти вот три данных человек прописывает. У меня это в интернет очень много, вот, скажем так, бесплатной информации. И тем более я сейчас книгу закончила вот в электронном виде пока, как найти свою вторую половинку. И есть видеокурсы. То есть есть разные цены. Я просто, честно скажу, Вероника, я больше не беру в индивидуальные консультации, скажем так, подешевле. Потому что я увидела, что я сейчас беру клиентов точно так же, как мужа и жену отбирать. То есть у меня человек проходит тестирование очень серьезное. Но зато, какой успех, смотрите. За два месяца у меня три женщины обратились. Они прошли всего лишь по одной консультации. Ну, одна, правда, вторую закончила. Вот. И у них есть кольца через три недели, и они готовятся к свадьбе. Вот это самый важный вопрос. Вот, ну, жениться, это выйти замуж, это жениться не самоцелье. Это не проблема. Учите ли вы их быть счастливыми в браке? Потому что сходить в ЗАГС и поставить печать, но, как бы, это, знаете, не проблема. А прожить всю жизнь – это история. Вот, классно. Смотрите, когда человек находит того самого, то есть подходящий вот человеку, как родственная душа, да, по описанию мы смотрим, то, конечно, они уже договариваются, как они будут создавать эту семью. Допустим, там вот есть вопрос в скайп-свидании. У меня 26 вопросов для скайп-свидания. Там есть вопрос, например, как вы видите свою старость, как вы ее проведете? То есть насколько вот человека прям ты туда дальше, на конец жизни отправляешь и смотришь, насколько он вот тебе подходит. Главное, чтобы совпадали их веки. Да, да, да. Спасибо вам большое. Здорово то, что вы делаете, потому что не должны быть одинокие люди, и должно быть все-таки дурацкое словосочетание половинки. Ну, это да. Но любовь должна быть в любом случае. Спасибо вам большое. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо огромное. Это была программа «Послесловие». Любви вам и хорошего вечера.